Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, всем здравствуйте. В студии Лиза Калинина. И наша программа «Наука и технологии» начинается. С радостью представляю сегодняшнюю нашу гостю. У нас в студии сегодня находится врач высшей категории, эндокринолог, эксперт Европейской организации по изучению сахарного диабета и ожирения, автор популярных книг Ольга Демичева у нас сегодня в студии. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Ольга, ну понятно, что сейчас, мне кажется, на устах вот такие болезни, как ожирение, сахарный диабет, очень много продукции, которые сейчас есть в масс-марке, так что из серии для диабетиков и так далее. А вот что касается, допустим, заболеваний щитовидной железы, ну вообще как-то мне непонятно, что делать, как себя обезопасить, какие рекомендации есть. И кого это больше касается, мужчин или женщин? В общем, расскажите нам, давайте с этой, ну такой неприятной историей начнем. Болезни щитовидной железы. Ну, болезни и здоровье, конечно, щитовидной железы всегда были во внимании человечества. Кстати говоря, с доисторических времен, с древних, если смотреть на некоторые древние барельефы, статуи, рисунки, мы вдруг видим признаки на изображениях людей заболеваний щитовидной железы. У кого-то нарисован зоб, у кого-то нарисована пучеглазия, офтальмопатия. И ретроспективно оценивая эти картинки, мы можем сказать, да, вот. Что наши предки. Модель страдала, да, наши предки уже сталкивались с этими проблемами. Другой вопрос, насколько они ассоциировали их, собственно, с щитовидной железой, какую роль отводили ей. Это очень интересная история, как изучалась вообще щитовидная железа на протяжении веков, история изучения щитовидной железы. Но если говорить о том, кто под ударом, больше мужчины или женщины, больше женщины. Все-таки. Все-таки. Болезни щитовидной железы проявляются у женщин в несколько раз чаще, чем у мужчин. Но это не значит, что у мужчин этих заболеваний не бывает. Однако вот больше всех под ударом при неправильном отношении к щитовидной железе – дети. А больше всех нерожденные дети. Вот те дети, которые находятся в утробе матери. Если этим детям не хватает гормонов щитовидной железы мамы, если этим детям не хватает ядидов для работы собственной щитовидной железы, щитовидная железа плода начинает уже к 14 неделе гистации работать, вот тогда эти дети не выберут свой генетический потенциал интеллекта. Понимаете? Ну вот что это значит? Должен был родиться Эйнштейн или Леонардо да Винчи. Гений. А родиться, да, должен был гений, а родиться банальный клерк. Ну, скажем так, да, вот не дурачок, нет. Но не блестящий разум. Престоксивный молодой человек, но... Да, ну человек как человек, да, среднестатистический. А если вот брать вообще человеческую популяцию, там, где йодный дефицит не ликвидирован, мы говорим о том, что общий интеллект нации снижается. Вот это да. Странно, да. Вот понимаете, где победил йодный дефицит, они, к сожалению, менее умны, чем те, где йодный дефицит ликвидирован. То есть сегодня все-таки мы получим ответы, что делать? Конечно. Как себя обезопасить? Обязательно. То есть мамы уже с малых лет, так скажем, будущие мамы, и мамы вынешние, будущие мамы, должны готовиться правильно к тому, чтобы произвести умное потомство. Плакать не нужно, нужно заниматься своим здоровьем. Так считаем мы. И у нас в гостях сегодня Ольга Демичева, эндокринолог, специалист по палеотивной медицине, не сказали. Говорим сегодня о щитовидной железе, о заболеваниях щитовидной железы. Ольга, вопрос такой. Ну, понятно, что все это дело опасное. Как себе мы сами можем помочь? Вот люди, которые не врачи, не профессионалы, но ответственны за свое собственное здоровье, за своих детей. Вот что сделать там, в первую очередь, необходимо? Ну, для того, чтобы помогать себе, надо понимать, а в чем мы можем себе помочь. Мы, к сожалению, все живые существа живем не вечно, но тот период, что отпущен, нам хотелось бы прожить в хорошем качестве, да, и достаточно долго. А для того, чтобы это было так, нужно понимать те азы, те основы, которые лежат, ну, вот так сказать, в нормальной работе организма. Для этого мы, врачи, сегодня пишем книжки не для врачей. Это популярная серия «Пора лечиться правильно», которая защитит от шарлатанов наших пациентов и которая даст вот как раз те самые базовые знания. И если говорить о щитовидной железе, как ее защитить? Надо знать, как она работает. Щитовидная железа производит гормоны, ведающие энергообменом в каждой клетке и биосинтезом белка в каждой клетке, имеющей ядро. Это очень важная функция. Без гормонов щитовидной железы ни одна клетка не может работать нормально. Чтобы производились гормоны щитовидной железы, нужны очень простые составляющие. Аминокислота, тирозин и йод. Соединение йода с тирозином в определенной последовательности, этим занимается щитовидная железа. Как раз и есть производство гормонов щитовидной железы. И вот для того, чтобы она работала нормально, тирозина-то нам всем в пище хватает, его предостаточно, он содержится во всех овощах. То есть всегда, когда мы едим, в принципе, нашим процедурным есть. Всегда, тирозином проблем никаких, если только неполное голодание у человека. Понятно. А вот с йодом все хорошо только у тех, кто живет на островах, на берегу морей и океанов, а у тех, кто живет в середине континентов, есть проблемы. Проблемы хронического йодного дефицита. То есть москвичи и вся средняя полоса. И у тех, кто живет на Урале, и у тех, кто живет в Сибири, и у тех, кто живет на Кавказе, и у тех, кто живет в Канаде, и у тех, кто живет в Соединенных Штатах и в Китае. То есть не только в России. Эти проблемы есть. Но весь мир уже давно знает, как эти проблемы решать. И во всех странах мира уже давно, много десятков лет назад, приняты законы об обязательном ядировании соли. Иной соли, как ядированной, в этих странах не найти. И практически все цивилизованные страны мира, поэтому законы живут. Кроме, к сожалению, России. Вот у нас есть такой плюрализм. Можно купить в магазине ядированную соль, а можно взять неядированную, обычную. И по какой-то непонятной причине многие наши жители, к сожалению, делают выбор в пользу неядированной соли. То есть, в принципе, если ее добавлять в свою, так скажем, ежедневную диету, этого достаточно? Абсолютно. Если ядированную соль ежедневно применять в пищу, нам много-то в день не надо. Около 5 миллиграммов соли – это суточная потребность человека. И вот как раз ядирование соли из этого расчета, а ядируется она сейчас ядатом калия, а не ядидом, то есть это соединение стойкое, это не выветривается, это при кипячении не разрушается, это при засолке овощей, например, что сейчас важно, не портит их вкус, но сохраняет возможность доступа йода в организм. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас тоже, ну не то, что модно, но была такая теория, когда люди вообще исключали соль в принципе, то есть таким образом они тоже исключают и источник йода? Ну, обнулить поступление соли почти нереально. Можно ограничить поступление соли, и мы это рекомендуем, например, гипертоникам, потому что мы знаем, что вместо 5 положенных миллиграммов у нас некоторые употребляют и 15, и 20 миллиграммов соли в сутки, это много, это и задержка жидкости, и повышение артериального давления у тех, кто соль зависимые гипертоники, но если ее употреблять даже немного, а она содержится во многих продуктах, это самая ядированная соль, этого достаточно для того, чтобы восполнять йодный дефицит. Это недорого. Это дешево? Абсолютно. Конечно. То есть, в принципе, вот такую рекомендацию мы прям красной линией даем, что друзья добавляем только ядированную соль. Только ядированная соль должна быть вашим дымомом. 5 миллиграммов в сутки примерно. Не надо их считать. Они, собственно, если немного присаливать, не пересаливать, а чуть-чуть солить, этого будет достаточно. У нас небольшая сейчас пауза. Дорогие друзья, мы скоро вернемся в наш полезнейший эфир сегодня. Ольга Демичева в гостях у нас сегодня, врач-эндокринолог. Мы говорим о болезнях щитовидной железы. И, Ольга, скажите, пожалуйста, вот, в принципе, если работа щитовидной железы нарушена, к чему это может привести? Ну, то есть, чего бояться? Какие последствия от этого? Вот очень правильный вопрос. Вы спросили именно о работе щитовидной железы. А надо сказать, что у щитовидной железы есть две характеристики. Это то, как она работает, ее функция, и то, как она выглядит, ее структура. Самое интересное, что между функцией структуры щитовидной железы вот такой четкой корреляции нет. Железа может быть увеличена, в ней могут быть узлы, то есть структура ее может быть неправильная, но она может нормально работать. И наоборот. Так. Железа может иметь очень приличную структуру, нормальный объем, отсутствие узловых образований, но функция ее может быть нарушена. Как узнать, нарушена ли функция щитовидной железы? Узнать нетрудно. Один единственный анализ на ТТГ. Три буковки. Тереотропный гормон. ТТГ. Это гормон гипофиза, который контролирует щитовидную железу и очень четко реагирует на малейшие нарушения в ее работе. Если она работает слабо, я сейчас расскажу, как это проявляется, ТТГ растет, чтобы стимулировать железу. Если она работает слишком сильно, если гормонов ее слишком много в организме, ТТГ опускается ниже плинтуса, чтобы не стимулировать железу. И тогда мы видим, низкий ТТГ, значит, много гормонов щитовидной железы. Высокий ТТГ, значит, стимулирует ее. Не хватает гормонов. И гипофиз получает информацию об этом. Это обратная связь называется в эндокринологии. Так вот, симптомы заболеваний щитовидной железы совсем не такие, как думают многие. Щитовидная железа, как правило, не болит. Чувство кома в горле, симптом водолазки, ощущение, что вас что-то душит. Это не про щитовидную железу. Это обычно невротические расстройства или какие-то болезни позвоночника, которые дают дискомфорт в области передней поверхности шеи. А вот болезни щитовидной железы – это изменение ритма сердца. Либо слишком частый, либо слишком медленный. Это изменение массы тела, задержка жидкости. То есть, когда вес меняется, что боятся. Когда вес нарастает, например, задерживается жидкость, слабо работает железа. Или вес начинает теряться, человек начинает сгорать, как свеча. Слишком сильно работает железа. Кожа вся влажная, пальчики дрожат. Слишком сильно работает железа. Сухой, медленный такой, вот весь как слон человек. Слабо работает железа. Вот такие симптомы, о которых мало кто подумает, ассоциируя их с щитовидной железой. И вот что печально. Если даже человек заподозрил у себя патологию щитовидной железы, думаете, он идёт сдавать кровь на ТТГ? Нет. Он идёт делать УЗИ щитовидной железы. А на УЗИ мы что увидим? Структуру, но не функцию железы. То есть по факту тут нужно идти к специалисту, чтобы он сказал, что нужно делать? Именно к эндокринологу. Эндокринолог железу посмотрит рукой, потому что для УЗИ щитовидной железы, это у нас российский национальный спорт, УЗИ к щитовидной железу. То есть в принципе не нужно. Вообще показаний очень мало к культурозвуковому исследованию щитовидной железы. Но если вот доктор узлы определил рукой, да, или если есть тиреотоксикоз, избыток гормонов щитовидной железы, там УЗИ положено делать, это обязательно. Мы смотрим объём железы. Или если прооперирована была раньше железа, нам надо посмотреть состояние вот ложа, где она находилась, нет ли там увеличенных лимфоузлов и так далее. Вот тогда ультразвуковое исследование. А так, обследование рукой врача, железа, она под кожей лежит, она прекрасно пальпируется, определяется под рукой, и анализ крови на тиреотропный гормон. И вот после этого, если ТТГ отклоняется от нормального русла, доктор назначит дополнительно и Т3, и Т4, и антитела к щитовидной железе. Но это потом. То есть, когда нам всем огульно назначают УЗИ щитовидной железы, всё это развод. И это бессмысленно. Ну, в общем, да, это не скажет вам, как она работает. Вам поставят датчик на область щитовидной железы, вам опишут железу, её объём, наличие в ней фокальных образований, доросли ли эти образования до узлов, кровоток опишут. Только не опишут, как она работает, это невозможно. Вот как. Нужно много знать, чтобы тебя не обманули. Друзья, это программа «Наука и технологии». Я напоминаю, у нас сегодня в гостях врач-эндокринолог Ольга Демичева. Вы можете задавать свои вопросы. 8909-928-189-9. Ватсап, вайбер, смс, комментарии, какие-то, может быть, личные истории. Ольга с удовольствием прокомментирует, что касается здоровья. Вообще, как часто к эндокринологу нужно ходить? К эндокринологу, вот всем подряд вообще ходить не нужно. Эндокринолог, он такой эксклюзивный доктор. И к нему направляет, как правило, либо терапевт, либо гинеколог, либо другие специалисты в тех случаях, когда есть признаки нарушения работы эндокринной системы. Эндокринная система – это такой вот регулятор работы нашего организма, единый регулятор. Если она ломается, вот тогда к нам. Ну что же, друзья, надо следить за своим здоровьем. Поэтому у нас сейчас небольшая пауза, но надо переварить всю эту информацию. И мы совсем скоро к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». В студии Лиза Калинина. Друзья, у меня в гостях сегодня врач высшей категории, эндокринолог Ольга Демичева. Мы продолжаем говорить о болезнях щитовидной железы и не только. Вот затронули тему, как часто нужно посещать врача-эндокринолога, при каких, ну так скажем, предпосылках человек должен понять, что к нему нужно. И такой третий подвопрос. У нас связана такая профессия как гинеколог-эндокринолог у женщин, да, что касается. И хватает ли этого? Вот как нужно понять, что мне надо идти к врачу и сдавать анализы просто для профилактики хотя бы? Поняла вопрос. Ну, на самом деле, вот сказать, что каждому человеку в обязательном порядке, как часть регулярных профилактических осмотров, показано посещение эндокринолога, нет. Это не так. К эндокринологу направят врач общей практики, направят семейный доктор, направят тот же гинеколог в тех случаях, когда увидят признаки нарушения работы эндокринной системы. Как эти признаки выглядят и можно ли у себя их заподозрить, когда надо подумать о них? Ну вот если начать с гинекологических, да, вот вопросов. Профессия гинеколог-эндокринолог – это чисто российское такое вот определение. Во всем мире гинеколог автоматически обязан знать эндокринологию. Если гинеколог не обучен эндокринологии, по крайней мере, репродуктивной эндокринологии, он профнепригоден. А у нас в России, вот видимо, есть гинеколог, ну вот как просто слесарь, и есть гинеколог-эндокринолог, как слесарь-сантехник. Я не знаю, ну вот с чем еще это сассоциировать, да? Это неправильно. Гинеколог обязан знать эндокринологию, поэтому приставка «эндокринолог» к гинекологу, она подразумевается всегда. Так вот, когда гинеколог должен заподозрить, что у его пациентки что-то не так с эндокринной системой? Когда женщина пребывает в репродуктивном возрасте, то есть регулярно менструирует, очень легко обнаружить поломку эндокринной системы. Ну да, это вы уже сказали, что если цикл... Да, регулярный менструальный цикл, да, это для нас всегда зеркало женского здоровья. Это значит, что эндокринная система у этой женщины работает прекрасно. Есть только одна эндокринная проблема, которую менструальный цикл не отражает. Это сахарный диабет. Поэтому, скажем так, если глюкоза крови на профилактическом осмотре у вас в норме, и у вас регулярный менструальный цикл, вам не надо к эндокринологу. У вас всё окей. А вот если цикл сбивается, гинекологи часто пытаются сами разобраться, почему цикл сбился. Ну, если это оказалась беременность, ура, да, гинеколог ваш доктор. Но если это другая ситуация, не стоит затягивать с направлением к эндокринологу, потому что именно эндокринные поломки лежат в основе нарушения менструального цикла. Причём самые разные. Это и болезни щитовидной железы, и болезни гипофиза, и болезни надпочечников, и половых желёз, да? То есть сам не разберёшься, всё-таки нужно направление. Конечно. А мы, по крайней мере, этими алгоритмами владеем и быстро найдём проблему. Ольга, вот ещё хотела с вами поговорить на такую тему. Немножко перейдём от щитовидной железы. Вот болезни сейчас очень распространённые к ожирению, хотя, как мы поняли, это взаимосвязанные два фактора. Есть небольшая связь, да. То есть вы можете заболеть ожирением, если у вас проблемы с щитовидной железой, как я понимаю. Но не всякое ожирение с нею связано. Да, да, да. Вот вы, как врач-эндокринолог, что скажете по поводу сейчас? Это правда такая болезнь 21 века, ожирение? И наша нация, вот именно Россия, страны, ФМ, страдает этим? Страдает. И Россия страдает, и весь мир страдает, и мы, по счастью, не впереди планеты всей, но в первой десятке да. К сожалению, ожирение – это не просто заболевание. Всемирная организация здравоохранения определяет ожирение как входные ворота для всех неинфекционных эпидемий 21 века. И для сахарного диабета, и для онкозаболеваний, и для хронической обструктивной болезни лёгких, и для внезапной смерти. То есть вот всё, что может подстерегать человека, когда ему суждено было бы прожить ещё долго и счастливо, вот это всё может нагнать его, если человек набрал лишний вес. И, кстати говоря, эндокринных причин ожирения совсем немного, лишь около 5% случаев ожирения – это эндокринное ожирение, а 95% – это ожирение от хронического переедания. У нас доступна сегодня пища людям в том количестве и в том качестве, в каком они хотели бы её получать. То есть переедание и что, человек? Переедание и гиподинамия, можно было бы ещё сказать. Несомненно, это так. Но как ни странно, всё-таки, если вот положить на чаши весов роль переедания в развитии ожирения и роль гиподинамии в развитии ожирения, то чаша с перееданием резко будет перевешивать, потому что мы сжигаем много энергии, даже когда вот мы с вами сидим на этих стульчиках. Ну да, организм всё работает. Конечно, организм всё время работает. Поддержание температуры тела, дыхания, пищеварения, работа сердечно-сосудистой системы. Энергия всё время обменивается. Но если мы с вами сейчас ещё побежим по дорожке, конечно, мы будем терять больше, но ненамного. Ну плюс-минус гамбургер, съеденный в течение дня, вот она, наша физическая активность, собственно. Всё, что она может сжечь. А всё остальное – это энергия съеденной пищи, которую мы постоянно получаем больше, чем расходуем в течение дня. То есть здесь ещё зависит, понятное дело, что ты ешь. Ну, то есть качество, не только переедание. Ну, конечно, пища энергоёмкая, жирная, сладкая, которая хорошо откладывается в виде собственной жировой ткани, это вот и есть та самая основа, которая неизбежно приводит к ожирению. Только ли переедание является фактором? Ну, имеется в виду, там, недосыпы, неправильные образы жизни – это тоже, видите, как-то нарушает наш вообще обмен веществ? Да, это правда. Или это стереотип какой-то? Есть те факторы, которые способствуют развитию ожирения от переедания. Просто, да, я поясню, извините, перебью. Ну, то есть с перееданием всё понятно. Ты как бы можешь отследить много, ты ешь, переел, ты уже чувствуешь, что ты съел. Понятно, если ты съел салат или там шоколадку за день, ну, это имеет значение. А вот этот вот фактор, вообще особенно если жить в Москве, в Петербурге, ну, совсем другой ритм жизни. То есть это тоже влияет? Влияет, влияет. Вот давайте так скажем, кто от переедания разжиреет быстрее, да? То есть разжиреют все, но кто быстрее? Быстрее разжиреют те, кто мало спит. Ага. Сон важен. Сон важен. Быстрее разжиреют те, у кого есть хроническая железодефицитная анемия. Женщин касается, в первую очередь, очень часто пропускается вот этот латентный железодефицит, который тоже способствует развитию ожирения. Так, и сразу, это что надо есть, чтобы его не было? Надо есть яблоки. Железо там? Там. Там, вообще много фруктов есть, много фруктов, много зелени, зерновые продукты, гречка, например, содержит много железа, мясные продукты, да, конечно. Все, поняли, так, хорошо, следующий факт. И кто быстрее поправится? Дальше не доспали, не доели продуктов, богатых железом, или, например, теряем слишком много крови во время менструации, премиоми матки, да? Тоже. Вот тут нам гинеколог понадобится отследить этот момент. Далее, есть еще такие факторы. Хроническая депрессия, например, да? Вот наши большие города. То есть психологические факторы. Начинается, начинается самоутешение пищи. Люди этого часто не замечают. Но они ведь из детства вынесли вот это. Молодец, ты доел кашу, да? Умница, ты доел свой суп. Вот это похвала, да? Вот тебе конфета. Конечно. А вот тебе конфета за то, что ты хорошо поел еще, да? Сладкая тебе, как поощрение за съеденный суп. И в итоге, вот это само поощрение, когда нужно получить на уровне подкорки вот это вот удовлетворение, идет как хроническое переедание. Люди часто не отдают себе отчета, но стресс они заедают. И вот еще один фактор, пожалуйста, очень частый. То есть получается психология, это тоже, ну, такой фактор очень даже важный. Без сомнения. Да, конечно. Да, конечно. Ой-ой-ой. То есть надо спать, выработать режим. Да. Нормально есть. Да, и следить за психическим здоровьем. Если вы стали очень эмоциональны, если вы много плачете, если вы много нервничаете, если у вас состояние... Вообще постоянно какое-то беспокойство, да? Да, беспокойство, вот есть тревога, да, ощущение, что вы загнанная лошадь, что все плохо. Сходите к психотерапевту, иначе разжиреет. Вот. То есть там врач-эндокринолог нам советует сходить к врачу-психотерапевту. Вообще получается, что над каждым, так скажем, человеком должна вестись комплексная работа специалистов. Правильно? То есть эндокринолог советует вот вам к психотерапевту сходить. Психотерапевт скажет, ну, вот вам, наверное, надо к гинекологу. Например. Ну, то есть по-хорошему, вот если мы идеальный такой берем пример, это так существовать должно. Вы знаете, ну, комплексная работа, она нужна там, где есть действительно проблема. А, ну, понятно. Наверное, человек, когда чувствует себя плохо, не надо все время думать, а как я себя чувствую, а не пора ли мне к эндокринологу-психотерапевту и кому-то еще. Есть врачи общей практики, есть терапевты. Если вам почему-то плохо, вы не понимаете, что произошло, ничего не болит, но как-то не здоровится, ну, сходите вы к доктору, он разберется, что не так, и вот этот маршрут дальнейший, он вам начертит. Скажите, вот быстренько еще, вот мы сейчас поговорили про факторы ожирения. Сахарный диабет тоже болезнь 21 века. Она отсюда тоже вытекает? То есть это как бы следствие того ожирения и тех факторов неправильного образа жизни может привести к сахарному диабету? У людей с ожирением сахарный диабет второго типа рано или поздно случится. К сожалению, это так. И надо понимать, что поскольку ожирения сегодня много, то и эпидемии сахарного диабета второго типа, мы сегодня уже говорим, что у нас каждый девятый взрослый, а где-то и каждый пятый взрослый болеет сахарным диабетом второго типа. Это уже не эпидемия, это пандемия. Это очень серьезно. Поэтому, кстати говоря, проверка уровня глюкозы крови входит в обязательные обследования регулярные. Это надо делать. Если сахар выше 5,5, бегом к эндокринологу. Не тяните. Я немедленно призываю наших слушателей и зрителей заняться своим здоровьем. Кто, если не вы? Ну вот правда, ответственно. Ну, конечно, мы отвечаем за свое здоровье и здоровье своих детей. Продолжается наша программа наука и технологии. Ольга Демичева в гостях у нас сегодня, врач-эндокринолог. Ольга, вот скажите, пожалуйста, вредные привычки, курение, алкоголь, переедание, как они, в принципе, влияют на болезни вашего профиля? Ну, допустим, вот даже алкоголь и курение, они тоже фактор риска, вот всех тех болезней, которые мы перечислили. Болезни эндокринной системы, к сожалению, не исключение и тоже могут провоцироваться и протекать более тяжело у людей, которые позволяют себе вот те удовольствия для снятия стресса, которые мы называем вредными привычками. Ну, про переедание мы уже немножко поговорили, а вот если мы говорим о курении, например, надо знать, что вот такое заболевание щитовидной железы, как болезнь Грейвса, тяжелый тиреотоксикоз, гораздо тяжелее протекает у курящих, и у них тяжелее протекает эндокринная офтальмопатия, эндокринная пучеглазия, которая, например, женщинам причиняет очень большие переживания из-за косметического дефекта. У курящих это тяжелее. Это доказано многими исследованиями. Что касается употребления алкоголя, если бы мы могли рассуждать о мере и о нормах, но в России это так непросто. Употребление алкоголя в маленьких количествах, да, ну, небольшой бокал сухого красного вина иногда за ужином несколько раз, два-три раза в неделю не нарушит здоровье человека. Но регулярные и обильные возлияния, они не только разрушают печень, сосуды, центральную нервную систему, это еще и пустые калории, это еще и ожирение. И об этом часто забывают, например, женщины, склонные к злоупотреблению алкоголем. Да, это приведет к лишним килограммам. Может быть, эта мысль остановит их. Это правда. Что касается еще одной, даже не привычки вредной, но особенности, недосыпания, хронического недосыпания. Вот меня это очень, да, зацепило, потому что мы не всегда сон ставим в приоритет. Не ставим. Появляется путешествие, работа, какой-то дешевый билет, люди выберут полет в 5 утра, и отпуск начнется завершиться. Это как пример. Это обычная история, да. Вы знаете, когда мне было лет 12, я старалась, думала, что смогу не спать вообще. Мне было так жалко, что часть моей жизни, треть жизни практически убивается этим сном. Да зачем это надо? Идет время, часы. Не спать человек не может. Наша центральная нервная система должна перезагружаться. Ну вот компьютер можно оставить работающим? Нас нельзя. И центральная нервная система без перезагрузки сном истощается очень быстро и начинает разрушаться. Мы меньше живем, если мало спим. И это тоже доказано в исследованиях. Более того, включаются, как бы это сказать популярно, включаются, скажем так, механизмы энергосбережения, когда мы мало спим. Малоспящие люди быстрее набирают вес. Вот этот самый запас жировой ткани, который нам требуется для того, чтобы переживать неблагоприятные периоды жизни. Мы начинаем медленнее думать. У нас замедляются процессы. Тормозим. Да, процессы торможения начинают преобладать над процессами возбуждения в нервной системе. Это правда. Пытка бессонницей была одна из самых страшных в средние века. Понимаете? То есть мы вот часто недооцениваем целебную роль сна. А знали даже наши прабабушки, которые говорили, во сне дети растут. Это правда. Во сне вырабатывается гормон роста, и дети, которые хорошо спят, они быстрее, лучше подрастают. Во сне успокаиваются все наши стрессорные механизмы, которые были запущены в течение дня. Люди, которые высыпаются, они лучше реагируют на стресс. Они стрессоустойчивы. Их трудно разрушить. Вот об этом надо помнить. Тоже эндокринные механизмы. Нейроэндокринные. Это лучшая реклама сна, которую я когда-либо слышала. Ну вот серьезно, потому что из тех факторов, которые я повторюсь, вы перечислили, это самый такой, который меня прям уколол в сердце, потому что мы действительно иногда сон вообще в приоритет не ставим. Ну вот если мы хотим действительно жить долго и счастливо, спать? Добрый день. Спасибо за эндокринолога. Ольгу очень грамотно, емко, интересно, доступно к восприятию. Мне очень нравится передача. Никогда не писала ни на какие радио и ТВ, а тут не выдержала, отозвалась. Спасибо. Таких сообщений очень много, да, и вам вопрос, но правда у нас одна минута буквально остается. Вопрос, куда идти, если есть вопросы, ну вот какие-то с диабетом, связанные к семейному врачу или же к эндокринологу? Если есть вопросы, связанные с уже состоявшимся диабетом, только к эндокринологу. Только к эндокринологу. Если диабета пока нет, то семейный врач разберется. В общем, Ольга, давайте так, резюме правильное, но тут не то, что правильное питание, не переедать, спать, физическая нагрузка, юдированная соль, обязательно, да, мы добавляем ее. Обязательно. Не курить, не злоупотреблять алкоголем, жить, радоваться жизни, любить эту жизнь. Психологический стресс очень важно, его избегать стараться, радоваться жизни. Чтобы избегать стресса, не надо менять мир под себя, надо грамотно относиться к окружающему миру и просто жить. Ольга, спасибо вам за шикарный эфир. Я хочу напомнить, друзья, у нас в гостях сегодня была эндокринолог, врачи высшей категории, Ольга Демичева. Приглашаем вас еще в гости. Очень интересно, много вопросов осталось. С удовольствием. Спасибо большое. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ